Привет, ребята, меня зовут Руслана, и сегодня будут покупки из-за магазина для моих животных. Это корм ProDog, у меня перевернутая пачка, мы, в общем, переводим на Мишу на этот корм, потому что Go нам очень, как бы, ну, тяжело заказывать, потому что в нашем городе продаются только маленькие упаковки этого корма, вот, и тем более 11 килограммов это хватает только максимум на 10 дней Миша, то есть это примерно будет выходить, если каждая упаковка по 4 тысячи, то есть на Мишу только на корм 12 тысяч в месяц, и, ребята, это дороговато, так как у нас еще есть животное, вот, и поэтому переводим на этот корм, который по нормальной по цене, и он буквально на класс ниже, он... Сейчас скажу, полетите, one second. Он производится на одной фабрике с Go, только он просто на класс сам ниже. Вот пачку мне перевернута, потому что пока я его с машины тащила, тут, в общем, вот здесь точнее... Нет, стоп. А, вот тут, да. Пока я тащила, у меня стерлась об асфальт, это упаковка и просыпалась, вот. Поэтому пришлось перевернуть, потому что там она нормальная, а вот здесь нет. Вот, тут вот такие головы, вот, в форме звездочек. Там это, как бы, для больших пород есть, там еще с этим. Там нарисован дук, по-моему, вроде еще для огромных пород, но это не точно, я не очень помню. Это все, что я давно хотела купить. Это вот такая вот игрушка для собак. Мажор, наверное, мажор, что ли? Или маджер. Узел с петлей из каната. Я вообще хотела без узла, но без узла не было. Вот, вот такой вот большой мячик. Причем вот такой же мячик, только буквально, ну, немножко больше, вот, ну, настолько больше. И без каната, без вот этой ручки, у нас в другом замагазине стоит 900 с чем-то рублей. 960, что ли. Вот, ну, это очень хорошая цена для такого канатчика. Вот, будем с Мишей играть, я буду вот так вот закидывать. Вот. Давайте, у нас скоро выставка. Ну, как скоро? Сейчас, сегодня 14 марта, вы 13 мая. Вот, мы по видео, Миша, мы уже записались. Я купила вот такую вот ринговку. Говорят, ну, как бы, это типа поводок удавка. Но, как по мне, это, в принципе, одно и то же, что и ринговка. То есть, вот, вот ручка. То есть, мы берем вот так вот. На выставке собаку так затягивается. Отличная, по-моему, ринговка. Потому что я видела многих на выставках. На выставке есть такие. Вот, ну, потому что, если будет более тоненькая, мне кажется, Миша будет сильно душить, что ли. Вот, поэтому вот это, как в самый раз. Вот, если я смогу, то постараюсь записать в момент из выставки. Фирма Purina One. Это, в общем, такая, обычно консервы. Тоже продается в пятерочке. Я купила это Миша. Ему ничего страшного, не будет. От этого не произойдет. Вот. Кстати, я забыла сказать, что я стояла 27 рублей. Канатик 255 рублей, вы, наверное, видели. А вот это стоило 211, по-моему, или 214. От фирмы Tetra. Это Tetra Min. Это вот такие вот хлопья. Корм для рыб. В общем, для всех видов рыб. У нас просто корма уже не так много осталось. Поэтому я вот покупаю. Стоило, ну, 68 рублей. Где-то 65. Мы уже открыли. Это вот я буквально купила два дня назад. Просто решила вставить в эти покупки. Это от фирмы Little One. Корм для хомяков. Вот оно такое вот внутри. Стоило, не помню, сколько. 110, по-моему, рублей. Вот такая упаковка. Или ровно 100. Но точно не помню. Отночь вот такая вот упаковка. Все нормально. Кушаю, потому что на прошлый корм у хомяка получается появилась аллергия. У него появилась... Я думаю, мы с мамой думаем, что это аллергия. Но вот видите, что у него получилось. Это как только мы начали есть тот корм. Вот. Я не знаю, что с ним такое произошло. Кто знает, пишите в комментариях, потому что в интернете я ничего найти подобного не могу. Но вроде уже начинает потихоньку шерсть расти. Вот. Сейчас. Эй, окей, давай. Вот у него же потихоньку только мы начали есть этот, а потихоньку стало зарастать. Шерсть. Ой, извините. Так, ну ладно, давайте... Доверим. Тоже ритм-1, корм для шин-шин. Он тоже стоил примерно для кожи цена. Может, немножко дороже, я не очень помню. Вот, тоже шеструю купила, так как у него малость. Это вот такое вот легкое для Лёля. Как вы уже знаете, кто смотрит на канал давно. Но Лёля обожает легкое. Просто вот, просто вот обожает. Это вот даже словами выразить никак не знаю. Вот, поэтому мы постоянно покупаем легкое. Ей все очень нравится. Кстати, вот, корм появился, Титбит, но у нас в городе я его не видела пока что. Мне кажется, он будет таким классом, где-то премиум или супер премиум максимум. Больше я, вот, не знаю. Ну, точно не холистик я прочитаю. Очень вряд ли, что будет холистик класс. Ну, не знаю, я потом прочитаю. Ребята, если вам это видео понравилось... Фокус, давай, давай. Понравилось, поставь палец вверх, подпишись на мой канал. И всем, подождите, я сделаю прикольный лизун, вытащила из лотка. Посмотрите, какой он. Вот он растягивается очень хорошо. Просто мне сейчас на руку не очень удобно. Он хрустит, но это когда его надо вот так растянуть. Сейчас, давай. Вот так вот он растягивается. И сейчас, смотрите, сейчас кошки покажу вам. Смотрите. Делаем. Он липнет мне под компом, потому что, надеюсь, потом он перестанет липнуть. Ну, блин, ребят, мне так нравится это. Немножко остается. В общем, ребят, тогда ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, хотели бы вы видеть какие-нибудь видео со слаймами на моем канале. Точнее, ну, не покупными, а, наверное, больше такими самодельными. Я их делаю не часто. У меня это всего, вот, есть жвачка для рук, которая у меня часто, ой, уже долго держится. Все нормально, но она не самодельная, покупная. И еще был визу где-то, но я не знаю, куда он делся, но он уже плохой. У меня он уже все, состарился, короче. И теперь он ужасный, его надо будет уже выкинуть. Вот. Ну, в общем, ребята, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!